Это серия семинаров, то есть это первый семинар из этой серии. Эти семинары посвящены особым техникам работы с сознанием, развития сознания, которые основаны на получении обратной связи от приборов. Здесь нужно сказать, о чем вообще идет речь. Речь идет о развитии сознания. С сознанием — это процесс, с которым мы сталкиваемся фактически каждый день, еще начиная с рождения, садик, школа. То есть мы учимся ходить, учимся говорить, учимся взаимодействовать с социумом, с другими людьми. Мы развиваем какие-то конкретные навыки, то же самое логическое мышление, иностранные языки, какие-то предметные области. То есть мы развиваем не только способности, но и развиваем представления. Представления об окружающем мире, представления о самих себе. То есть то, что составляет основу нашей психической организации, их иногда называют модели. То есть в процессе моделирования мы изменяем наше представление об окружающей среде. Именно вот эти механизмы — это то, что классически их относят к механизмам сознания. Таким образом, моделирование... Здесь нужно тоже сказать, что такое моделирование. Моделирование — это в простейшем случае такая креативная пауза. Мы закрыли глаза, что-то себе представили, что-то такое креативное. Какая-то мысль родилась. Эти могут быть простые или сложные. Например, писатели-фантасты. То есть они создают удивительно миры, удивительно детализированные, наполненные массой сюжетов, деталей, персонажей и так далее. И до таких специфичных техник, как, например, медитации, глубокие медитации, проекции сознания. То есть все это различные примеры процесса моделирования. Значит, моделирование, как таковое, оно касается не только создания одной модели. Оно вообще охватывает самые разные модели, целая цепочка. Вот одна из таких моделей — это, например, сенсорный вход. То есть модель сенсорного входа, которая нам позволяет создавать смысл из того, что мы видим или слышим. Ну, простой пример — дождь. То есть вот идёт дождь, и мы можем это как бы интерпретировать с точки зрения, скажем, более негативного. Дождь — это плохо, это холодно, сыром можно простыть. С другой стороны, мы можем это в более позитивном ключе воспринять. Дождь — это жаркий день, какое-то освежение. Дождь — это вода, растение — это жизнь. То есть такая более позитивная интерпретация. И вот в процессе моделирования мы меняем эти цепочки моделей. И масса техник личностного развития, они основаны на этих механизмах. В частности, механизмы нейролингвистического программирования, где мы работаем, скажем, на уровне мотивации, на уровне убеждений, меняем наше поведение. Они все основаны, в принципе, на подобных механизмах моделирования. Значит, ключевой вопрос, который в процессе моделирования вообще или при работе с моделях возникает, он касается того, как относятся модели реальности и самореальность. Ну, мы знаем, что это классический философский вопрос. То есть, например, в позитивизме принципиальным, первичным это является окружающая среда, то есть внешний мир, это первичная реальность. Наше сознание, оно вторично. То есть то, что мы себе в голове, скажем, вообразили, оно в голове остается. Другая, скажем, крайность, это буддизм, в котором первично только сознание, то есть то, что мы видим, мы это и есть первично, а вот все остальное, то есть то, что нам дает органы чувств и обрабатывается нашим сознанием, это иллюзии, иллюзии нашего сознания. Поэтому в буддизме как бы все, что нам, ну, реальность, это, в принципе, иллюзия. И вот принципиальным является вот эта взаимосвязь между реальностью и моделями. И она не настолько тривиальная. То есть, ну, в простом случае, вот опять пример, с техниками НЛП мы создали себе хорошее настроение, скажем, на утро. Утро проснулись, действительно бодрые, все отлично. То есть мы себя ведем уже совершенно по-другому. То есть мы по-другому взаимодействуем с реальностью. И вот наш вечерний процесс моделирования вечером, он привел к изменению реальности на следующий день. В более сложном примере предположим, что мы и наше локальное, скажем, окружение, некая такая экосистема, они зависят от действия какого-то человека, то есть третьего лица. И теперь взаимодействуя с этим третьим лицом, мы можем таким же образом воздействовать на всю экосистему. И вот интересным наблюдением является то, что не только люди могут выступать в качестве таких третьих факторов, но и также определенные физические процессы, то есть определенные физические ракономерности, происходящие в реальности. И сознание, оно может иметь доступ напрямую к вот этим физическим процессам. То есть это вещь, которая была отмечена и вообще найдена в истории достаточно давно, самой первой цивилизации древнеегипетская, шумеро-аккадская. То есть мы уже находим писемные источники, которые свидетельствуют о том, что эти процессы уже были замечены. Они развились, конечно, в совершенно разном русле. То есть кто был более склонен к таким мистическим переживаниям, это появились мистические течения, кто более в религиозном, значит, какие-то религиозные концепции. Но в целом эти вещи, они эмпирические, они доступны нашему наблюдению, они в какой-то мере повторяемые, они не являются объектом, скажем, научного изучения уж совсем так. Но тем не менее они могут исследоваться с тем же статистическими методами, приборными методами и, в общем-то, то есть являются они процессом исследования, то есть объектом исследования. Значит, в чем здесь сложность? Она заключается в том, что в процессе моделирования мы меняем модели. То есть мы меняем самого себя. И вот представив что-то себе, мы, предположим, изменили модель, которая интерпретирует внешнюю реальность, мы начинаем получать какие-то подтверждения из окружающей среды. И эти изменения, они, на самом деле, в общем-то внутри нас происходят. Мир, он как был, так и остался, нам ничего не произошло. Но вот именно вот этот мир иллюзий, который мы создали внутри себя, он охватывает нас, и мы, в принципе, в нем продолжаем жить. То есть он может быть позитивным, скажем, мы можем себе хорошую мотивацию создавать, креативность, но он может быть и достаточно патогенен. И вот принципиальная вещь, которая здесь, то есть заблудиться в мире иллюзий, очень легко, выйти из него очень сложно. И вот приборные методы, они позволяют две вещи. Во-первых, более целенаправленно идти вот этим путем личностных изменений, использовать техники. И во-вторую, они позволяют не заблудиться в мире иллюзий. То есть они дают вот эту объективную обратную связь, которую можно использовать для так называемого теста реальности. Семинар называется «Техники развития сознания». И, как я говорил, он касается двух моментов. С одной стороны, это нейрокогнитивные техники, то есть это сам процесс создания вот этих нейрокогнитивных моделей. С одной стороны, с другой стороны, это измерительные аспекты, то, как мы это можем измерять и, в принципе, использовать именно в техниках развития сознания. Семинар, он разделен на три части. То есть где-то по 30-40 минут каждая. В первой части вот то, что мы сейчас видим, это вводные объяснения, какие-то, как, допустим, приборы работают, то есть какова общая методология. Вторая и третья части, они посвящены примерам конкретных техник, то есть что мы можем добиться в них. Она, в свою очередь, как бы из двух частей. То есть во второй части это, ну, в общем, их обозвали простые и сложные техники. Ну, что значит простые техники? Это, ну, в первую очередь, что очень легко, скажем, измерять, это биополе. Биополе нужно понимать, конечно, как совокупность физических полей, то есть минимум мистики, конечно, в этом направлении. С одной стороны. С другой стороны, биополе – это один из, скажем, инструментов воздействия на окружающий мир. То есть посредством биополе, допустим, те же самые целительские способности. То есть это достаточно интересная техника именно для экспериментирования. Вот. Она включает также ментальное воздействие, то есть посредством концентрации внимания. Сложные техники – ну, это вариант, в принципе, тех техник, которые основаны, соответственно, на этих двух. То есть в качестве примера это два, ну, два пункта таких. Это дальнодействие символы как механизмы. Для обоих достаточно много экспериментальных данных, публикаций, как, в общем-то, в нашей лаборатории, так и, в общем-то, в комьюнити. Вот. И они интересны, действительно, как в плане практического их использования. Третья часть, она, ну, скажем так, она не очень отличается от первых двух. Но эти техники сами по себе, они достаточно специфичны именно в плане, они требуют дисциплины, внутренней ментальной дисциплины и мотивации. И, в общем-то, много и того, и другого. Поэтому они, в общем-то, не такие какие-то сложные или там закрытые или что-то, но они требуют очень много вот именно внутренних таких способностей для их изучения. Они касаются двух моментов. Это программируемых механизмов, то есть это дальнейшее развитие, в общем-то, символов. И такого, ну, интересного, интересная такой темы, как бессмертие сознания. То есть, конечно, вопрос, что это, насколько это реально, как это можно использовать, и как вообще это связано с темой нейрокогнитивных механизмов. Итак, принципиальный момент, зачем это нужно. Ну, я уже говорил в самом начале, что развитие осознания, здесь два больших, две больших ветви. Это классические техники, детский садик, школа, университет, коллектив, в общем-то, семья, дети. Это то, что мы называем социум и наши социальные навыки. С одной стороны. С другой стороны, это то, что можно отнести к нетрадиционным техникам. Примеры йога, медитация, биоэнергетика, проекция сознания, сновидения. Каждый из них относится к разным разделам вот этих нетрадиционных техник. Какие-то более, скажем, био, какие-то более на основе именно нейрокогнитивных элементов, то есть нашего внутренней психической организации. Что мы от них получаем от этого развития сознания? То есть, с одной стороны, это, естественно, конкретные навыки, которые нам нужны, которые и составляют нашу, ну, суть нашей жизни, по сути. С точки зрения нетрадиционных техник, ну, очень многие заинтересованы именно в накоплении личного опыта работы с субъективным. Поскольку субъективный, я покажу вам несколько примеров, она дает очень яркий, красочный мир, который, ну, для нас, для сознания, может даже ничем не отличаться от реального мира. Поэтому достаточно интересный опыт. А также моменты креативности, противострессовых мероприятий, саморазвития и так далее, то есть такой вот пункт очень интересный. И многие сфокусированы именно на развитии, достижении необычных способностей взаимодействия, например, с реальностью, о которых я говорил в начале. И вот, ну, опять же, это тема, которая относится именно к теме бессмертия. В общем, принципиальный момент, о котором здесь, как бы, речь, это проблема модели и их иллюзии. То есть вот это личное, субъективное, наша способность создать у нас в голове очень детальный, красочный мир, который нам может даже очень-очень нравиться. и как он относится к вот этому реальному миру. То есть здесь, ну, есть две точки зрения. То есть, с одной стороны, это психическая способность мозга к моделированию. То есть мозг умеет создавать иллюзии. Вот, и он это делает очень профессионально и очень хорошо. С другой стороны, мозг также имеет способность взаимодействовать с реальностью с помощью, вообще, интересных физических механизмов. Вот, и я покажу, ну, пару примеров из этой области и пару примеров из этой области, что, в принципе, как тот и тот процесс, они оба вообще имеют место быть. Первый пример из вот этой области создания моделей или способности мозга к таким очень продвинутым нейрокогнитивным моделям это осознанные сновидения. Ну, тема известна, немного не нужно говорить. То есть каждый, кто, ну, в той или иной степени, скажем, практикует эту технику, знает, ну, сновидения бывают несколько разных типов. То есть наиболее яркие, это так называемые люцидные сновидения. Ну, скажем, это вообще путешествия и переживания. То есть мозг, он действительно может заменять сенсорную информацию очень убедительными, очень фантастически реальными моделями. То есть люди, целые комьюнити существуют, которые занимаются осознанными сновидениями, то есть практикуют осознанные сновидениями. И не все сновидения, конечно, такого качества, но есть действительно очень высокого качества, которые просто захватывают своей реальностью. И причем это не только какая-то, ну, картинка. То есть это на уровне и звуков, и на уровне ощущений. Мозг также, интересно, он не только сенсорную создает, сенсорные модели, но он создает и моторные модели. То он нашу моторику заменяет моделью. Мы там ходим, ощущаем ту же самую боль, усталость. В общем, все вот то, что относится к реальному миру, оно в осознанном сновидении могут иметь вообще удивительную реалистичность. Ну, исследования тоже о них не нужно много говорить. То есть один из первых это Штефан Аляберже, чем я занимался. То есть, ну, это на основе движений глаз, на основе ЭЭГ. То есть действительно в эти моменты, в общем, когда видим вот такие осознанные, яркие осознанные сновидения, происходит изменение динамики, значит, электроэнцефалограммы в мозг, и, в общем-то, мозг действительно генерирует вот эти вот такие, в общем, такую исключительную реальность для нас, которая, в общем-то, является полностью иллюзорной. Есть тематика совместных осознанных сновидений. Поэтому очень много в комьюнити, они также, ну, в общем, есть открытые вопросы, когда, в общем-то, понятно, что мозг создает такие вот иллюзии для нас, но вот момента совместных осознанных сновидений, он достаточно, ну, открыт. Второй пример – это тульпа. Возможно, не все знают о ней. Тульпа появилась, скажем, ну, где-то лет 10-15 назад, может быть, немножко больше в каких-то комьюнити. Это, ну, пришла она к нам из тибетских техник. Вот, в тибетских техниках она, ну, она довольно долго там в источниках, значит, она упоминается. Даже есть вот одни из таких ссылок исследователей – это начало века, начало 20-го века. Ну, сходные техники мы находим также и в других культурах, то есть, в том числе и в древнеегипетской культуре, то есть, есть тоже части, значит, упоминаний в письменных источниках вот об этой технике. Причем, о чем идет речь? То есть, вот, если мы посмотрим на Википедию, тульпа – это самовнушенная и стабильно осознанная визуализация. Это означает, что вот человек, который создает тульпу, он ее действительно видит, слышит, чувствует, с ней можно общаться. То есть, это вот мозг, он поддерживает не только сознание человека, но и, в общем-то, второго персонажа такого, который, ну, достаточно интерактивен и живет, в общем-то, в принципе, в своей собственной жизни. Процесс создания тульпы, он достаточно длителен. То есть, это, ну, от порядка, скажем, 6 месяцев до года. То есть, нужно мозг научить создавать тульпу, и вот, чтобы он ее постоянно генерировал. Вот, естественно, в общем, ну, долго создавать, но, в общем-то, уничтожить, по некоторым оценкам, в принципе, невозможно. То есть, она остается навсегда. То есть, мозг навсегда учится этой возможностью. То есть, ее можно как-то приглушить, но вот убрать ее тяжело. Ну, скажем, это вот такой вариант друга, которого никто не видит. То есть, классический пример. Вот. Тульпы, они достаточно полезны. То есть, во-первых, это, ну, доступ к такому очень креативному разделу мозга. То есть, он увеличивает креативность. Опять же, осознанные сны. То есть, люди, которые практикуют тульпы, они очень активны именно также в осознанных сновидениях. И причем именно тульпа помогает в осознанных сновидениях. Доступ к памяти. То есть, очень необычные моменты именно к физической памяти. Ну, и масса бумаги дискурсий, конечно, на тему, где внимание, там и энергия. В общем, ну, более такого, скажем, мистического контекста. Нужно сказать, что тульпа – это исключительно, в принципе, иллюзия. То есть, в комьюнити на это даже нет никаких возражений. То есть, это чисто иллюзия, которая находится в самом человеке. Комьюнити достаточно большая. То есть, вот только то, что я сам видел, это вот порядка комьюнити, где-то, ну, грубо, больше 20 тысяч человек. Вот, то есть, эффект однозначно существует. То есть, это способность мозга создавать именно вот такие вот иллюзии. С другой стороны, два примера, которые касаются возможности мозга к созданию, вообще взаимодействию с реальностью. Вот, это, ну, один из старых таких примеров, это классика жанра. Вот, исследование в принцине. То есть, ну, такая установка, шарик катится сверху, они вот так вот распределяются по вот такому каскаду механических бифуркаций. И в конце они создают, как бы, такую систему, ну, скажем, нормального распределения этих шариков. Человек-наблюдатель, концентрируя свое сознание на этом процессе, может сдвигать, вот, либо максимум вправо-влево, либо менять характер распределения. То есть, он может взаимодействовать с именно механическим процессом. То есть, очень много публикаций, я вот одну из них взял. То есть, это, скажем, ну, вещь, которая, не знаю, в свое время считалась одним из очень интересных, ну, доказательств именно вот этого спектра. Второй, не менее интересный, это исследование цигуна. Ну, вместо цигуна здесь можно поставить много других восточных техник. Они сейчас очень стали популярными. То есть, ну, приезжают, скажем, те же самые ученые, вот, ставят свои приборы и меряют. И тут, в данном случае, это вот наша совместная работа была с китайскими коллегами. То есть, это наши приборы здесь. Это мастер цигуна. Вот его пригласили в лабораторию. Ну, такая толстая очень стенка. Вот. И он, ну, провел, значит, сначала сеанс состредоточения. И потом, где-то, не знаю, порядка 30 минут воздействовал. Вот. И вот видно, в принципе, уже через несколько, одну-две минуты, то есть, все сенсоры, причем самого разного характера. Здесь и электрохимические сенсоры, и термодинамические сенсоры. В принципе, начали показывать реакцию. Вот. Подобных исследований очень много. Здесь можно даже обратиться в Google Scholar. Это система поиска в научных публикациях. Вот Цигун. И вот мы видим, в принципе, по Цигуну, ну, 860 тысяч публикаций. Причем публикаций, ну, в общем-то, допустим, воздействия Цигуна на какие-то медицинские аспекты, на микроорганизмы, на, там, пожилых людей. То есть, это действительно серьезные публикации. Причем, если мы даже посмотрим, ну, за последний год, да, то есть, вот только за последний год было, ну, порядка 20 тысяч. Здесь, конечно, нужно понимать, что это не только публикации, это различные ссылки, вот, но имеющие такой вот исследовательский характер. Все равно, то есть, как бы, сам вот упоминание Цигуна, оно очень популярно. Конечно, здесь очень многие вопросы, то есть, каким образом человек, скажем, не касаясь каких-то сенсоров, может воздействовать, причем, это явный процесс, который связан именно с сознанием, поскольку человек сконцентрирован, то есть, каким образом он воздействует на эти приборы, это, в общем-то, причем, это реальное воздействие, то есть, зафиксированное, вот, неоднократное, то есть, каким образом это происходит, это вот очень интересный такой исследовательский момент. Таким образом, у нас цели, которые мы хотели бы достигнуть, это, ну, соответственно, ускорить те или иные техники. Вот, если в классическом варианте это десятилетие, у мастера в монастыре, вот, причем в том же самом, скажем, в буддизме это считается, ну, вот, именно посвящение, нужно пройти ни у одного мастера, ни у нескольких мастеров, то есть, это действительно растягивается на очень много лет. Вот, то есть, его нужно и можно вообще радикально сократить. То есть, не идет речь, конечно, об одном дне, но до какого-то разумного периода. Вот, что самое важное, это избежать плутания в иллюзиях. Вот, в иллюзиях именно, вот, здесь идет речь о патогенных иллюзиях. То есть, создать иллюзии достаточно легко, то есть, это, по большому счету, как бы убеждение. Тот уровень убеждений, который у нас есть, он довольно быстро меняется. И вот, один раз его создав и обеспечив к нему обратную связь, избавиться от него очень сложно. Вот, поэтому патогенные иллюзии, они, это неприятная вещь. Вот, и вообще, от них нужно всеми силами стараться избежать. Вот, и также это вот проблема найти учителя, вот это проблема посвящения. То есть, во многих, ну, в той же самой рейке, там, посвящение тоже это обязательный элемент. И вот много публикаций современных о том, что, в принципе, можно это производить методом самопосвящения. Вот, то есть, это тоже одна из целей вот таких приборных методов. Значит, вопрос, как это работает с точки зрения принципа приборов и взаимодействия с приборами. Здесь само начало нужно сказать, что вот эти воздействия, связанные с сознанием, они имеют очень слабую природу и вероятность на характер. Что значит слабую природу? Значит, ну, здесь я просто приведу пример. Когда человек входит в комнату, он сразу воздействует на все объекты в комнате, скажем, целым набором параметров. Это слабое изменение температуры, то есть, за счет нашего инфракрасного излучения тела. Температура сразу же изменяется, кстати, порядка на несколько сотых градусов Цельсия. То есть, мы обладаем, вообще, на нас электростатический заряд, то есть, мы электростатикой взаимодействуем, мы излучаем электромагнитные поля, мы поток воздуха создаем, который механически воздействует. У нас, в общем-то, целая химическая система, которая, в общем-то, выбрасывает химические вещества в окружающую среду, то есть, химическое воздействие. То есть, мы воздействуем таким пакетом самых разнообразных полей, то, что, в общем-то, и называются биофизические поля человека. Вот. И фактор сознания, то есть, именно тот специфический компонент, связанный с сознанием, он находится где-то среди них. И вот теперь, вот скажем, если в комнате открыто окно и сквозняк, то мы температурный фактор просто не заметим, потому что вот эти изменения температуры за сквозняка будут, скажем-то, полградуса, один градус, несколько сотых градусов, мы просто не заметим. То же самое касается вот этих слабых взаимодействий именно с сознанием. Они скрыты, во-первых, среди этого пакета. То есть, нужно обязательно развязать обычные слабые воздействия человека от именно связанных с сознанием. И, во-вторых, они находятся на таком же слабом уровне, как, например, и те же самые температурные вещи. То есть, убирая слабые классические, у нас остается еще так же еще и слабый неклассический фактор. Вот. Это первый момент. Второй момент, связанный с вероятностью. Эти механизмы, эти воздействия, связанные с сознанием, имеют внутренний вероятный характер. Например, если мы сделаем одно измерение, то это измерение нам ничего не скажет. По той причине, она может быть хорошим, плохим, оно просто несигнификантно. Нужно производить, как минимум, ну, например, 10 повторяющихся измерений и смотреть, что происходит в этой серии. Если мы получаем, ну, скажем, 7, 8, 9 одного и того же хара, то есть, они могут отличаться по амплитуде, но они имеют, скажем, сходную природу, то, ну, в принципе, значит, это действительно какое-то реальное воздействие, которое мы измеряем. Его можно статистически обсчитывать. Мы, например, в своих опытах в лаборатории обязательно используем 30 подходов. То есть, ну, раз в день это приблизительно 1 месяц. Да, вот надо, чтобы получить одну серию. И вот если же мы вот среди этих 10 измерений получаем все 10 разных, то, скорее всего, просто это какой-то случайный процесс, который мы пытаемся интерпретировать и дать ему какой-то смысл. То есть, это вот и есть вот блуждание в иллюзиях, от которого мы как раз таки пытаемся избавиться. Значит, теперь какие методы измерения в целом существуют? Вот. Их много. Этот процесс начался еще в Советском Союзе. Сильно развитие получилось в 70-х годах. Целый НИИ сидели на тематике, например, Нинель Кулагина, Джуна. Были десятки разнообразных методов разработаны. Значит, их можно грубо разделить на биологические и физические. Биологические это, ну, например, микроорганизмы или макроорганизмы, как вот, например, вот такие растения. То есть, это вот умные растения, где измеряется электрофизиология, физиология. И нужно в целом сказать, что растения достаточно чувствительны, во-первых, ко всему пакету, в общем-то, идущему от человека. Вот. Если, ну, его каким-то образом ограничить, скажем, с другой комнаты, вот, где нет и температурных факторов, нет электромагнитных факторов, нет вот этого химизма и потока воздуха, то растения по-прежнему реагируют, в принципе, на присутствие человека, как в простом случае. Вот. Очень много публикаций на эту тему есть. То есть, растения достаточно чувствительны. Значит, мы специализируемся на электрохимических методах. Мы специализируемся на электрохимических методах. То есть, ну, вот я в качестве примера покажу. Это, в общем, прибор, он помещается вот в такого рода чемоданчики. Он достаточно компактный. Вот. Существует много разных подобных приборов. Значит, в данном случае мы анализируем электрохимическую динамику, то есть, ионную динамику, процесс образования ионов, процесс, скажем, их взаимодействия, их мобильность. Вот. И там очень много, в принципе, именно квантовых процессов, которые влияют на эти порядка 5-6 квантовых процессов. Поэтому за счет того, что приборы чувствительные, мы предполагаем, что то воздействие, которое идет от нашего сознания, оно имеет квантовую природу и как раз таки взаимодействует с жидкостью именно на квантовом уровне. Надеюсь, чтобы здесь развязать обычные факторы и температурные факторы, мы используем термостабилизацию. Вот. Здесь очень важный момент, который мы еще раз повторим, то есть дискурсия в комьюнити идет. Вот. Мы не используем активные термостаты. Да. Для научных измерений необходимы активные термостаты, которые просто активно стабилизируют температуру. В этих измерениях эти термостаты, они, в принципе, убивают, помогают результаты. Мы используем исключительно пассивную термостабилизацию, ну, допустим, в таких вот коробках. То есть это вот в простом случае. То есть в чем здесь смысл? Термоизоляция, она замедляет прохождение температурных факторов. То есть температурный фактор, один из самых основных, он замедляется. Ну, скажем, 20-30 минут он замедляется. И если мы, допустим, в сеансе воздействия появляется уже через 1-2 минуты, допустим, быстрое воздействие, и потом медленное воздействие, скажем, через те же самые 20-30 минут, то мы явно видим разделение температурной динамики и нетемпературной динамики. Значит, как выглядит приборный цикл обратной связи? Ну, самое главное, это, естественно, оператор или группа операторов. То есть можно исследовать как одного оператора, так и, в общем-то, какую-то групповую динамику. Мы вообще тщательно рекомендуем использовать локальную связь с EEG-приборами. То есть вот таких приборов, они сейчас, ну, достаточно доступны, вот, как и с четырьмя, допустим, тремя-четырьмя сенсорами, так и, скажем, большим количеством. И они дают очень хорошее представление о протекании нейрокогнитивных процессов именно в момент концентрации внимания. То есть та же самая медитация, какие-то проекции сознания, то есть они позволяют очень хорошо проследить, что происходит в этот момент. Помимо EEG-приборов, значит, электрохимические приборы, они могут устанавливаться на достаточно, ну, скажем, разном расстоянии, то есть очень близко и очень далеко. Они измеряют проводимости, скажем, в сенсорах, генерируют эти графики, и этой графикой они наблюдаются оператором. То есть это происходит в реальном времени, их можно смотреть, как через интернет, скажем, на любом расстоянии, которое в интернете можно, вот так и, ну, локально. Вот, и оператор получает, то есть он, предположим, он какую-то технику, то есть он не двигается, сидит, то есть он не производит никаких изменений в поведении, только изменения в ментальных процессах, вот, и на каком-то расстоянии мы наблюдаем, скажем, скоррелированные изменения в поведении сенсоров. Вот, и вот таким вот образом эти приборы, как, скажем, локальные приборы, так и с дистантной обратной связью, они продают такую комплексную обратную связь для оператора. Значит, как эти приборы работают, в чем смысл их? Я не буду вдаваться в детали, то есть их можно прочесть в публикациях. То есть сенсор, он имеет вот такую форму, то есть это, в принципе, два электрода, между которыми протекает, то есть создается возбуждение, электрическое возбуждение, в целом в системе возможно электрическое, оптическое, магнитное и другое возбуждение, и регистрируется токовый отклик. То есть этот токовый отклик, он, ну, повторяет, в принципе, форму возбуждения, то есть синусоидальный сигнал, плюс он, ну, имеется, естественно, другую амплитуду, другую фазу и содержит шумовую характеристику. Теперь, сравнивая сигналы возбуждения и отклика, можно рассчитать, допустим, импеданс или проводимость этой жидкости здесь, фазу, корреляцию между сигналами, допустим, мнимые реальные части. Очень много информации проводит электрохимический шум, например, то есть выученных вообще можно использовать именно ножи для инфоцифтических производств, это немножко другая уже тема. Вот, также термодинамические данные, они тоже проводят достаточно много информации. Значит, в целом, ну, очень много сенсорных данных, как связаны именно с жидкостью в контейнерах, так и с внешней средой. Значит, есть три гипотезы, как именно происходит вообще генерация сигнала, то есть принятие вот этого сигнала от сознания прибором и в дальнейшем именно преобразование ее формы ионной динамики. То есть первый электрохимический путь, это, ну, классика жанра, что называется, то есть очень хорошо исследован, то есть он связан с электрохимическими реакциями, допустим, диссоциация воды, самоионизации, растворенные газы, то есть в целом, как, допустим, СО2, кислород или водород, они создают в воде целый цепочек электрохимических реакций, которые изменяют содержание, ионное содержание в воде. Теперь важный момент в том, что изменяется не только, как бы, сам тип реакции, а скорость реакции. То есть вот эти тонкие воздействия, они изменяют скорость реакции. Ну, видно, допустим, по деградации воды, то есть вот в этом районе и в этом районе именно разная скорость деградации. Вот. И вот один из факторов, который детектируется, это не только, как бы, ну, само значение, вот, допустим, было до этого 3, там, допустим, микросимминс на сантиметр, после этого, скажем, 5, вот, а нужно анализировать именно динамику, то есть как происходит изменение динамики во времени, вот, при том или ином воздействии. Значит, второй, вторая гипотеза, это так называемый электрохимический путь, он достаточно хорошо опубликован, вот, как, ну, в отдельных этапах, скажем так, то есть при концентрации происходят квантовые, допустим, изменения в тех же самых нейронах, вот, они через механизм макроскопического запутывания связаны с изменениями в жидкости, то есть коррелированы, которые, в свою очередь, изменяют скорость электрохимических реакций, которые имеют также температурную компоненту тепловую, то есть каждая из этих реакций, она эндотермическая или экзотермическая, то есть чуть-чуть она меняет температурную динамику, которую нужно учитывать, значит, в дальнейшем строятся те же самые графики, которые даются оператору, вот, то есть каждый, как я сказал, каждый из этих моментов, шагов, он, ну, очень хорошо опубликован, то есть причем хорошего качества журнала, это Nature, Science, Frontiers, то есть, то есть, вот, остается вот эта вот, как гипотеза, именно сам, сам целый путь. И третий механизм – это термодинамический механизм, это также гипотеза, она заключается в том, что квантовые эффекты, они проявляются также и в области термодинамики, то есть, так называемая, квантовая термодинамика, связанная с тепловым эффектом Казимира, вот, то есть, в чем он заключается, то есть, опять же, не вдаваясь в детали, в том, что посредством квантовых флюктуаций в вакууме может изменяться его теплопроводность, то есть, то, как именно, повторяюсь, происходит тепло именно в вакууме, вот, и, соответственно, ну, во всех объектах, которые там находятся, вот. Сам Казимир-эффект, он имеет однозначно микрохарактер, то есть, он буквально, ну, несколько нанометров, вот, однако в термодинамический эффект, в тепловом эффекте Казимира, там, расстояние гораздо больше, то есть, вот, в этом эксперименте конкретно здесь было, значит, несколько сотен нанометров, и вообще, в принципе, если цепочку таких поставить, то есть, мы однозначно здесь выходим в макроскопическую шкалу, вот, значит, при изменении вот теплопроводности, мы поменяем, мы получаем те же самые температурную динамику, которая разделяется на быстрый компонент за счет квантовой термодинамики и медленный компонент за счет обычной термодинамики, вот, и которые регистрируются, даются оператору, и дальше, как бы, вот, и цикл происходит дальше. Значит, эти процессы, они достаточно хорошо опубликованы, то есть, можно найти, как, в принципе, и наши публикации, более технического характера и более научного характера, и также это вещь, которая очень хорошо описана в комьюнити. В заключении, хотелось бы обратить внимание на три следующих аспекта. Еще в самом начале, когда этот проект задумывался, мы хотели найти, ну, короткую фразу, короткое предложение, которое было бы, которое характеризовало бы эту разработку. Вот, как нам кажется, вот такие три слова, это, на английском языке, это verify, train, explore, на русском проверяй, тренируй и исследуй, они наиболее, как бы, полно характеризуют его. Почему проверяй? Эта область знаний, она довольно специфична. То есть, здесь, ну, в принципе, очень сложно учиться, скажем, по учебникам. То есть, все, что вот где-то было услышано, какие-то авторы говорят, их все нужно пропускать через призму личного опыта. Все нужно именно проверять, собирать именно свой собственный внутренний опыт и вот именно на этой основе делать какие-то выводы. То есть, это действительно принципиально. Второй момент, тренируй, он связан с тем, что, как и все нейрокогнитивные навыки, это способность человека, она тренируема. То есть, чем больше она используется, чем больше, бывает, регулярных тренировок происходит, вот именно регулярных, тем, значит, больше прогрессии, более продвинутыми становятся эти навыки. И третий момент связан с таким понятием, как исследуй. Ну, исследовать здесь можно, конечно, очень много самых разных и очень интересных моментов. Укажу, может быть, на наиболее необычные. Это, с одной стороны, вопросы транскоммуникации, это вопросы вообще сознания и, в общем-то, независимости сознания и, в общем-то, вопросы бессмертия сознания. В общем, все эти темы, относительно которых, ну, не очень много говорят. То есть, не потому что какое-то табу, а просто у нас очень мало инструментальных средств, с помощью которых мы можем исследовать эти области. В общем-то, и вот приборные методы, вот именно такого хапплана, они позволяют накопить статистику, наработать какую-то экспериментальную методологию и феноменологию, вот именно в этих областях. Тут хочется, конечно, пожелать всем слушателям и участникам, конечно, прогресса по всем этим трем направлениям. В общем-то, ну, и удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...